Итак, вот и вторая часть. Если вы не видели первую, то чтобы погрузиться в лор всего происходящего, перейдите по ссылочке в комментариях или в описании. Ну а тем, кто первую часть уже посмотрел, приятного просмотра. А на чём мы остановились? Точно. Добро и зло. Секунду по классике. Привет, поехали. Репич. Но ведь если есть зло, то значит должно быть и добро. Должен же быть какой-то человек, который занимается разоблачением такого контента, который борется против обмана, который объясняет людям, как всё по-настоящему устроено, где здесь правда, а где вымысел, и как не запутаться. И конечно, такой человек есть. Знакомьтесь, Катя Коносова. На ютубе более полутора миллионов подписчиков. Количество просмотров её самых популярных роликов бьют отметку в три миллиона. Она занимается тем, что разоблачает обманы и мошенничество. Но давайте-ка снимем розовые очки. Мы с вами живём не в сказке. Зло, добро, обман, честность. Все эти понятия уходят на второй план, когда настает время покорять тренды. И вот Катя уже стоит перед камерой и разоблачает лекарства. Привет, ютуб. И я записываю это видео, ну, потому что накипело. И сразу скажу, видео нужное и полезное, поэтому поделитесь, пожалуйста, им с друзьями, это правда важно. Но больше всего меня удивила информация, которую я нашла о мезим форте. И мне до сих пор сложно в это поверить. Мне казалось, что мезим мне лично помогал. Напишите, пожалуйста, что думаете вы. Так вот, оказывается, знаменитый лозунг «мезим для желудка незаменим» не имеет отношения к реальности. По идее, пищеварительные ферменты мезима должны помочь при переедании и других проблемах с желудком. Но проблема в том, что препарат не покрывается защитной оболочкой. К тому времени, когда мезим попадает в кишечник, где и происходит основной процесс пищеварения, его ферменты уже расщепились желудочным соком. Именно поэтому помощь пищеварению не имеет клинического обоснования и смысла. Эти препараты вам не помогут, если у вас нет абсолютной недостаточности ферментов поджелудочных. Но маркетинг делает свое дело, а люди делают кассу производителю. И вот мезим в топе продаж. Маркетинг делает свое дело, люди делают кассу, а блогеры делают просмотры. Ведь чем больше просмотров, тем дороже можно продать рекламку. А вот таким образом по-настоящему выглядела вся история скандала вокруг отсутствия оболочки у мезима. Переносимся в 10 сентября 2009 года. Идет пресс-конференция объединения организации работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, на которой выступает президент данной организации Валерий Печаев. Он заявляет, «В результате исследования рынка рекламы мы провели расследование, которое длилось с мая, и обнаружили, что мезим форта с активностью 3500 неэффективен. Обнаружено, что в мезим форте с активностью 3500 отсутствует кишечно-растворимая оболочка, хотя она указана в инструкции по применению». Почему эта оболочка вообще так важна? Ну, дело в том, что основу препарата мезим составляют ферменты. И эти ферменты должны работать именно в тонком кишечнике. Но если на препарате нет специальной защитной кишечно-растворимой оболочки, то ферменты просто не успевают дойти до кишечника, потому что они практически полностью, да или вообще полностью перевариваются в желудке. И таким образом понимаем, что препарат без этой оболочки в принципе неэффективен. Но вернёмся на ту злополучную конференцию. На ней присутствует народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Виктор Корж. Он тут же высказывается. Вот его слова. «Мы сегодня являемся свидетелями резонансного события». Это ЧП в государственном масштабе. 12 миллионов украинцев обмануты. Они не получили эффекта от приобретённого препарата. Я считаю, что необходимо немедленно прекратить рекламу этого препарата, надо рассмотреть вопрос о его сертификации, приостановить реализацию по всей стране, и от имени государства Украина необходимо предъявить судебный иск к производителям этого препарата. Переносимся чуть вперёд. 16 сентября. Немецкая фармкомпания «Берлин Хеми», которая является производителем препарата «Мизимфорта» с активностью 3500, признаёт наличие ошибок в инструкции по применению к этому препарату, в частности, упоминание о кишечно-растворимой оболочке. Они заявляют, что это просто техническая ошибка, и в процессе перерегистрации препарата, который происходит как раз в данный момент, эти ошибки будут устранены. И в этом же заявлении представитель компании «Берлин Хеми» говорит очень интересную фразу «К самому Валерию Печаеву есть вопросы». Дело в том, что Печаев является, кроме прочего, генеральным директором фармацевтической компании «Лик Хим», которая, кстати, выпускает конкурентный препарат «Панкреатин». Также в этом заявлении представитель компании «Берлин Хеми» говорит, что инструкция к препарату утверждается государственным фармакологическим центром, который находится под юрисдикцией Минздрава Украины, и в свет выходят лишь утверждённые этим органом инструкции. А теперь переносимся на несколько лет вперёд. 2016 год, 6 октября. В Украине вводят временный запрет на продажу в аптеках лекарственного средства «Мизимфорте». Соответствующее распоряжение вынесла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Но запрет действует не на весь «Мизимфорте», а только на тот, который выпущен под серией 333-42. При обнаружении образцов данной серии необходимо изъять их из обращения путём помещения в карантин. Через некоторое время конфликт полностью улажен. 2020 год. «Мизимфорте» спокойно продаётся в Украине, и все варианты таблеток с разной активностью покрыты кишечно-растворимой оболочкой. А Катя Конусова выпускает свой ролик в марте 2020 года, где говорит, что у «Мизима» нет кишечно-растворимой оболочки. По поводу самого скандала сложно сказать что-то однозначное. То ли действительно у «Берлинхимии» просто была ошибка в инструкции, то ли это был продуманный ход по продаже неэффективных более дешёвых таблеток за высокую цену. Вопросы возникают и к Валерию Печаеву, который начал данный конфликт, так как он действительно является генеральным директором фармацевтической компании, выпускающей конкурентный препарат. И, возможно, это была спланированная акция по выдавливанию конкурента с рынка, которая, правда, завершилась неудачей. Но одно можно сказать точно. Благодаря всей этой ситуации, уже на момент 2020 года все таблетки «Мизима» были 100% покрыты кишечно-растворимой оболочкой. А это значит, что ролик Кати Конусовой просто несостоятельный. Она взяла старую информацию и выдала это как сенсацию. И вот даже кадр из видео Кати с фотографиями данного препарата, а в левом нижнем углу у него указано количество таблеток в данной пачке, и подпись «Покрытых оболочкой». А вот насчёт эффективности «Мизима» всё довольно спорно. Действительно, если у вас нет проблем с пищеварительными ферментами, то этот препарат для вас будет бесполезен. Однако, если иногда такие проблемы возникают, то он может оказать положительное влияние на пищеварение. Но Катя Коносова уже вошла в раж. И её не остановить. И вот подъезжает следующее разоблачение препарата. А знаете, что ещё чаще всего покупают в России, ну кроме противовирусных и таблеток от проблем с желудком и кишечником? Это успокоительные. Ну, жизнь у нас в стране такая тяжёлая. И нам всем срочно нужен новопосит за 300 рублей пачка. Но как насчёт информации о том, что помимо трав, единственным действующим веществом в составе является гвайфенезин, который используется для того, чтобы выводить мокроту из дыхательных путей. Но если кашля вас не беспокоит, то можете просто заварить чай с мелиссой. Выпейте чашку-другую, мне кажется, эффект будет не хуже. Да и деньги сэкономите. Но, признаюсь, я и сама покупала новопосит. Работало это так. Я верю, что новопосит меня успокаивает. Верю и засыпаю быстрее. То ли реально сработало, то ли самопнушение. И здесь уровень абсурда уже многократно повышается. Да, действительно, гвайфенезин используется как отхаркивающее средство, то есть средство против кашля. Но это не значит, что он не оказывает других эффектов на организм человека. И вообще-то гвайфенезин имеет также седативный и миорелаксационный эффект. То есть такой эффект, который позволяет снижать тонус скелетной мускулатуры. Причём именно в качестве отхаркивающего средства он не имеет клинической эффективности. И поэтому в основном используется именно как седативный, то есть успокаивающий препарат. И это всё написано буквально вторым абзацем в Википедии. Оттуда, откуда Катя и брала информацию для своего ролика. Может быть, прежде чем выпускать ролик, стоило бы хотя бы полностью статью прочитать. Но мне нравится больше фраза от неё, что помимо трав, единственным действующим веществом и так далее. Помимо трав, единственным действующим веществом в составе является гвайфенезин. Серьёзно? Помимо трав, в новопосети действительно используются экстракты, получаемые из валерьяной лекарственной корневищ с корнями, мелисы лекарственной травы, зверобоя продырявленного травы, боярышника листьев и цветков, пассифлоры инкарнатной травы, хмеря обыкновенного саплодий и бузины черных цветков. Есть книжечка такая, называется «Государственная фармакопия Российской Федерации». Это собрание нормативных документов, регламентирующих требования к качеству лекарственных средств. Там идёт просто огромнейшее описание настоек, экстрактов, соков, эликсиров, настоев и отваров, а также растительных сборов, которые могут использоваться для того, чтобы лечить разные болезни. Потому что в фармакологии огромное количество действующих веществ добывается как раз из растений. И это относится не только к российской фармакопии и к российской фармакологии. Нет, так делают во всём мире. И говорить, что в новопосети кроме трав только один действующий компонент, это как минимум просто безграмотно. Потому что травы в том числе являются действующим компонентом в новопосети. И в том числе экстракты трав, которые входят в состав новопосита, обеспечивают ему успокоительное действие. И на текущий момент уже видно, что Катя Конусова ничего не понимает в лекарствах. Она просто берёт информацию из интернета, которая зачастую оказывается ложной, и представляет её на всеобщее обозрение своему огромному количеству подписчиков. Но знаете, на самом деле это не самое страшное. Самое страшное случилось, когда Катя решила поиграть во врача. И заигралась настолько, что... Хотя, давайте по порядку. Факт о химии от репича. Взгляни на экран. Интересно, что такой драгоценный металл, как золото, можно добывать прямо из океанической, морской или речной воды. Вот правда, содержится его там крайне малое количество. Если взять огромный куб из воды с размером стороны в один километр, то можно будет добыть всего лишь 5 килограммов золота. То есть концентрация составляет одну часть золота на 1 триллион частей воды. Не забудь подписаться, поставить лайк и оставить любой комментарий. Это очень сильно поможет в продвижении канала. Благодарю. Здесь, на моем канале, вы увидите очень важное, серьезное и социально значимое видео, которое должен увидеть каждый. Потому что это касается нашего здоровья и жизни. Здоровья и жизни наших близких. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами о платной медицине в России. Рассказать и показать вам на живом примере, по какой схеме работают частные клиники и к чему может привести неверно поставленный вовремя диагноз. Но главное, я хочу найти ответ на вопрос. Почему деньги в нашей стране стали важнее человеческой жизни? И запомните этот вопрос, ведь он как нельзя лучше характеризует деятельность Кати в этом видео. Все герои этого видео, в том числе и анонимные, это настоящие врачи с медицинской практикой. И повторюсь, все происходящее – реальные события, какими бы шокирующими они ни были. Катя решила проверить платные клиники, поэтому заслала туда человека, у которого заранее был выявлен и подтвержден синдром Жильбера, а затем начала разбирать с отдельно приглашенными врачами те рецепты и рекомендации, которые получил пациент в платных клиниках. Но что вообще такое этот синдром Жильбера? Вот объяснение от Кати. Синдром Жильбера – это серьезное заболевание желчного пузыря. А почему желчного пузыря-то? Синдром Жильбера – это пигментный гепатоз. А сами по себе гепатозы – это большая группа заболеваний, но не желчного пузыря, а печени. Уже на моменте описания болезни идет серьезнейшая ошибка, которая отсылает нас совершенно к другому органу. Ладно, смотрим дальше. Это только начало. Лечение нужно начать незамедлительно с того момента, как пациент обратился к врачу с результатами анализа. Впоследствии могут быть необратимы и очень серьезны, вплоть до кома и госпитализации в отделении интенсивной терапии. Я не знаю, зачем нагоняется эта жуть, но нет, синдром Жильбера к такому не приводит. Оказаться из-за синдрома Жильбера в отделении интенсивной терапии да практически невозможно. Тем более впасть в кому из-за этой болезни. В целом прогноз на протекание у людей данной болезни благоприятен. И синдром Жильбера никак не влияет на повышение смертности. Реальные проблемы, которые несет человеку данная болезнь, мы обсудим с вами чуть позже. Но я это говорю все уже сейчас, для того, чтобы вы просто понимали уровень этого ролика. Катя ошиблась в органе, несущем заболевание. Озвучивает выдуманные прогнозы течения данной болезни. Быть может, у вас пациент вообще не с синдромом Жильбера. Ладно, продолжаем. Добрый день, я врач общей практики, работаю в поликлинике города Москвы. Меня зовут Милена Андреевна, я врач-участковый терапевт. Синдром Жильбера – это наследственное заболевание печени, при котором происходит нарушение обмена билирубина. И буквально через несколько секунд органы, где локализуется болезнь, меняются. Теперь это печень. Серьезно, Катя уже начинает разоблачать сама себя. Я здесь вообще нужен? Да, в детстве у меня диагностировали синдром Жильбера, и это подведет генетический анализ. Ну а вот на этом моменте, давайте по-настоящему разберемся, что такое синдром Жильбера и к чему может приводить данное заболевание. В нашей крови есть красные кровяные тельца. Эритроциты. Они занимаются тем, что переносят кислород от легких, как всем органам и тканям. Внутри эритроцитов содержится здоровый железосодержащий белок, который как раз-таки способен обратимо связываться с кислородом. Гемоглобин. Но эритроциты сами по себе, конечно, клетки не вечные. Они и стареют, и повреждаются. После чего полностью разрушаются особыми клетками, например, внутри селезенки. Там из них высвобождается гемоглобин, который распадается на, что бы вы думали, гем и глобиновые цепи. Гем под действием особых ферментов превращается в несвязанный билирубин. Несвязанный билирубин практически нерастворим в воде, но при этом прекрасно растворяется в липидах. А это значит, что он отлично проникает в клетки и оказывает в них токсическое действие. Поэтому такую штуку из организма требуется срочно вывести. И этим занимается печень. Когда непрямой билирубин попадает в печень, там он связывается с глюкуроновой кислотой. И образуется связанный билирубин, который прекрасно растворяется в воде, а значит может спокойно выводиться, например, с мочой. Так вот, синдром Жильбера это такое заболевание, когда печень просто не в состоянии взять и связать весь несвязанный билирубин. Из-за этого часть данного вещества, вместо того, чтобы выводиться из организма, попадает в кровь и плавает в ней в виде очень маленьких кристалликов. Каждый такой кристаллик отлично может проникать внутрь различных клеток и оказывать в них, как я уже ранее говорил, токсическое действие. К чему это может приводить? Ну, симптомы довольно разнообразные. Из-за того, что непрямой билирубин имеет желтую окраску, то при его накоплении в организме, кожа и даже белки глаз желтеют. Также при высоких физических нагрузках или, например, стрессах, может увеличиться количество мертвых эритроцитов и тем самым повысится уровень билирубина. А значит, человек может просто взять и очень быстро пожелтеть. Кроме этого, при накоплении несвязанного билирубина в организме, могут возникать симптомы вроде диареи, боли в области печени, частой усталости, сонливости, отдышки. Все эти симптомы, конечно, не очень приятны, однако реальной опасности для жизни они не представляют. Поэтому синдром Жильбера, например, не является болезнью, с которой не берут в армию. Да и в целом, как я уже говорил, он не сопровождается повышением смертности. И вот теперь, наконец, когда мы реально разобрались, что из себя представляет данная болезнь, можно продолжать смотреть ролик Кате. Ну, а мы продолжаем посещение клиник и сейчас отправляемся в известную сеть клиник «Семейный доктор». Ну, во-первых, здесь написано, что это болезнь Жильбера, вместо того, чтобы синдром, хотя это привычнее. К слову, синдром Жильбера нормально называть болезнью Жильбера или болезнью имени Жильбера. Это обычное название. При этом она правильно поставила диагноз синдром Жильбера и почему-то предложила лечить его кровололом. А вот тут реально странное лечение. Кровололом синдром Жильбера, допустим. И остальные значения были выписаны по лечению фаренгита, хотя я не жаловался на горло. Так, теперь лечение. На первом месте у них стоит диагноз болезнь Жильбера. К слову, вот даже врач называет синдром Жильбера болезнью Жильбера. Но лечение они назначают по фаренгиту, получается, хотя он у них стоит на последнем месте. А по болезни Жильбера у них нет никакого лечения. Ну и лечат, получается, витамины группы В, кровололу успокаивают, да? И амакор зачем-то, амакор. И, кстати, почему нет никакого лечения? Вы же ранее сказали, что ее рекомендовали лечить кровололом. А, так кроволол нужен не для того, чтобы лечить синдром Жильбера, а для того, чтобы успокоить пациента. Погодите, что-то я запутался. Он вроде с синдромом Жильбера приходил. А при чем тут успокоительное? Я совершенно не знаю, зачем назначать кроволол, но урсодезоксиколевая кислота, и это рекомендует врач, этот препарат в первую очередь назначают как желчегонное средство. Его действие, конечно, может повлиять на выведение непрямого билирубина, но очень слабо. А вот тот факт, что данный препарат также применяют как гепатопротектор, это вообще отдельная тема. Потому что у всего класса веществ, которые называются гепатопротекторы, на текущий момент очень слабая доказательная база. Но мы здесь собрались не за этим. О гепатопротекторах как-нибудь в другой раз, если в тему будет. А сейчас вернемся к билирубину и синдрому Жильбера. И что же мы можем сказать о назначениях из клиники семейный доктор? Ребята, ура! Поставили правильный диагноз. И пусть с ошибкой в написании. Это не ошибка в написании. Можно говорить болезнь Жильбера. Можно говорить синдром Жильбера. Катя, у тебя даже врач назвал ее болезнью Жильбера. Ну, как говорится, не критично. Но! Критично то, что лечат этот синдром корвалолом. Ну, хорошо, хоть не подорожником. К сожалению, семейный доктор оказался бесполезным. Ну, вот тут я с Катей согласен. Корвалолом это странно. Спасибо, что не подорожником. А, нет, погодите. Я вспомнил, зачем нужен корвалол при синдроме Жильбера. Это же единственное средство, которое может быстро помочь человеку снизить уровень непрямого билирубина, и тем самым за считанные минуты избавиться от неприятных симптомов и болей. Дело в том, что такие лекарственные препараты, как волокордин или корвалол, содержат действующее вещество фенобарбитал. А данное вещество при приеме внутрь способно резко повышать активность фермента глюкоронилтрансфераза. Данный фермент как раз-таки находится в печени и занимается тем, что связывает несвязанный билирубин с глюкуроновой кислотой, превращая его в водорастворимую форму. И таким образом, именно благодаря действию корвалола или, например, волокордина, можно очень быстро вывести из крови человека практически весь несвязанный билирубин. Конечно, вывести его можно и другими средствами. Именно как раз для этого в том числе и применяются препараты урсодезоксихолевой кислоты. Но все описанные выше препараты справедливо принимать тогда, когда человеку не доставляет особого дискомфорта синдром Жильбера. Потому что они действуют очень долго. Слишком долго. И по сути, есть только одно средство, которое позволяет вывести очень быстро непрямой билирубин из крови. Это фенобарбитал, который содержится в таких препаратах, как, например, волокордин или корвалол. Но! Критично то, что лечит этот синдром кровололом. Нет. Как вы понимаете, критично тут совершенно другое. Критично тут только то, что Катя Конусова, блогер-разоблачитель, который решил поиграть в медицину, Милена Андреевна, участковый врач-терапевт, который выступал в роли эксперта в данном видео, Салихат Алиевна, врач общей практики, который выполнял роль второго эксперта. Все втроём, они даже не задумались, зачем нужен кроволол при синдроме Жильбера. Им не пришла в голову мысль хотя бы загуглить этот момент. Ответ находится по первой же ссылке. Они просто беспочвенно критиковали клинику семейный доктор и врача, который поставил диагноз и назначил лечение. Если так, конечно, можно сказать, так как синдром Жильбера неизлечим. И это скорее просто устранение симптомов. Да, там ещё было назначено лечение по фаренгиту, но я уже не знаю, как воспринимать информацию из данного ролика. Потому что в нём персонажи сначала говорят одно, а через некоторое время совершенно другое. Это если не вспоминать те моменты, где они просто лгут. Потому что совершенно не исключено, что пациент также пожаловался на фаренгит. Вот ему и назначили лечение. А может быть и нет, я не знаю, потому что этот ролик просто пропитан дезинформацией. Но самое главное, что можно вынести из данного ролика, Что Катя совершенно не проверяет информацию. Она доверяется непонятно каким экспертам, которые даже не могут понять, зачем нужен кроволол для лечения синдрома Жильбера. И при этом данные люди работают врачами, и они согласились пойти сниматься в этом выпуске. И что по итогу? Помните, Катя говорила? Я пригласила двух врачей-терапевтов в студию, чтобы они помогли мне в съёмках этого видео, так как тема непростая, и одна бы я здесь точно не разобралась. По итогу тема оказалась настолько непростой, что гуглится по первой же ссылке, Но при этом Катя даже с двумя приглашёнными врачами-экспертами не смогла в ней разобраться. Так может быть дело совершенно не в теме, а в человеке, который пытается в ней разобраться. И на текущем моменте ролика кто-то может сказать, Блин, Репич, а может ты и сам всё выдумал? Тебе-то откуда знать, что там происходит у людей с синдромом Жильбера? Да как бы это так сказать? Вот моё генетическое обследование. То есть, да, у меня синдром Жильбера. Причём по обоим хромосомам сразу. И это приводит к тому, что клиническая картина синдрома Жильбера у меня выражена тяжелее. И уровень несвязанного билирубина является максимально высоким. И как вы понимаете, всё, что я тут рассказывал про симптомы данной болезни, Про методы её лечения, ну то есть устранения симптомов, Про какие-то проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые живут с синдромом Жильбера, Это не просто взятая инфа из интернета. Это моя жизнь буквально каждый день. И в том числе из-за этого мне настолько было неприятно смотреть данный ролик. Шутки все эти про корвалол, про бабушек с проблемами сердца и так далее. Но как мы видим, Кате Конусовой это всё равно. Ролик уже снят, просмотры получены. Подписчики, которые нужно, пришли. Да, этот ролик выставляет клинику «Семейный доктор в плохом свете». Но до этого мне в общем-то нет дела, не думаю, что у них сильно пострадала репутация. Гораздо хуже то, что информация из этого ролика может буквально навредить людям с синдромом Жильбера. Ведь здесь на протяжении всего выпуска высмеивается тот самый препарат, который позволяет очень быстро снизить уровень непрямого билирубина. По сути, единственный такой препарат. И в завершении я скажу, что видел ещё несколько других роликов Кате Конусовой. Например, про разоблачение фемфаталь. И в этих роликах она действительно сделала всё правильно. Вывела продавцов и производителей максимально некачественной косметики на чистую воду. Но нельзя в одном ролике делать что-то хорошее, а в другом брать и транслировать ложь. И может быть в какой-то соцсети, или например в сообществе ютуба, или в комментариях под роликами. Катя Конусова упомянула, что «Извините, эти выпуски были неудачными, я больше так не буду». Я, честно говоря, не знаю, но и не должен узнавать. Я как человек, который просто зашёл к тебе на канал, не буду углубляться во всю твою биографию и хронологию. Я просто сделаю вывод о том, что мизим неэффективен, потому что не покрыт плёночной оболочкой новопосит также не работает, потому что внутри него, кроме травок, только средства от кашля. А при синдроме Жильбера у человека лучше отобрать кроволол, потому что его пьют только бабушки. Поэтому реально имеет смысл, например, изменить старый ролик, чтобы новые люди, которые приходят его посмотреть, получали уже достоверную информацию. А ещё ко всему прочему, лучше, например, выпустить разоблачение самой себя, где ты расскажешь людям правду. Но с момента выхода ролик про синдром Жильбера прошло уже 4 года. Есть ли на канале Кати Котнусовой отдельный ролик, где она говорит, что здесь правда, а что неправда? Да, конечно, нет. Старый ролик до сих пор набирает просмотры, а новый такой ролик никто не посмотрит, потому что да все уже забыли про эту тему. Ведь людям нужно больше новых разоблачений, больше интриг, больше расследований. А блогерам нужно больше просмотров, подписчиков и лайков. Ведь так приятно, когда к тебе обращается рекламодатель, а ты предоставляешь ему отличную статистику канала. Но главный вопрос – а где тогда правда? Кому верить? За время просмотра двух частей этого ролика вы увидели многое. Людей, которые используют обман, построенный на химии, для того, чтобы что-то продать. Людей, которые используют обман, построенный на биологии, для того, чтобы продвинуть себя. Людей, которые полностью исковеркали биохимию. Зачем? Да просто для того, чтобы потешить своё эго большим количеством подписчиков. Мы увидели тех, кто представляет из себя врачей-экспертов. Однако раздаёт такие советы, что им бы лучше назад в школу в восьмой класс, заново химию с биологией изучать. Ну и, конечно, блогера-разоблачителя, который не просто несёт чушь, а который сам себя разоблачает в своих же видео. Но кому тогда верить? Верьте мне, любимые подписчики. Я вас точно не обману. Шутка. Вспомните середину данного ролика. Как только зашла речь о Корвалоле, я делал вид, что не понимаю, зачем его используют. И, скорее всего, многие, а то и большинство, в это поверили. Единственное, что я могу, пожалуй, порекомендовать, единственный вывод, который можно сделать из этой ситуации, думайте своей головой. Изучайте науки. Занимайтесь своим образованием. Не тем, где вы сидите и читаете книгу, как стать успешным, а тем, где вы решаете дифференциальные уравнения, задачи по генетике, задачи по химии. Ну а с тобой на связи был Репич. До скорого. Я сам себе и небо, и луна, Голая, довольная луна, Долгая дорога, да и то не моя. За мною зажигали города, Глупые, чужие города. Там меня любили, только это не я. Не забывай, где ты ни был, любимый мой, Близко, далеко ли, помни меня. Не забывай, в самый солнечный день, Ночью с вами глубоко, Любовь не меня. Не забывай, где вы, Субтитры, который был, Продолжение следует...